Привет, ребят! Сегодня у нас необычная тема для обзора. Шутер от первого лица, да еще и такой пожилой. Сделана Quake 2 id Software, авторами Doom, Wolfenstein и Rage. Игра вышла в декабре 1997, чуть-чуть совсем меня старше, и сегодня я расскажу о ней. Мне хочется посмотреть, как Quake 2 сохранилась за эти годы, и что вообще сделало ее такой популярной в свое время. А начнем с сюжета. Будущее. Люди уже вовсю осваивают космос, но на них нападает раса Строгов с планеты Строгас. Строги это раса, уничтожившая свою планету тяжелой промышленностью и выработкой всех ресурсов. Чтобы выжить, они превратили себя в киборгов, частично или полностью заменив себе части тел. Теперь они ищут новую планету для выработки и наткнулись на Землю. Из этого война и началась. Осложняется она тем, что противники не убивают попавших в плен людей. Они превращают их в своих солдат, изменяя их тела. Главный герой участвует в операции Владыка, целью которой является массивная атака на родную планету Строгов. С целью закрытия портала, через который они добрались до Земли. Но все идет не по плану из-за ряда факторов. Во-первых, капсула главного героя сходит с курса из-за столкновения с другой капсулой. Во-вторых, все капсулы с солдатами сбивают каким-то мощным оружием. Большая часть военных кораблей заперта на орбите из-за генератора гравитации, который не дает им отступить. И сами строгие готовы к контратаке с луной, вращающейся вокруг их планеты. В результате неудачной высадки главный герой оказался далеко от пункта назначения, только он и Бластер. И именно нам предстоит всех спасти и положить конец этой войне. Почему я вообще начал с Quake 2, а не с первого, так это потому что с первой частью общий у них только название, а так все поменялось. Первая часть была коридорным шутером в замках с лавкрафтовскими существами. А здесь же космос, будущее. Вместо простого «дойди до конца уровня» здесь задания, которые связаны с происходящим сюжетом. Например, уничтожить пушку, которой сбили флот людей. Или же уничтожить завод по переработке людей. И это радует. И ведь не всегда это значит просто идти вперед, наоборот, тут не все так просто. Например, чтобы попасть на склад, нужно сначала провести туда электричество, а энергия берется из энергетических кубов, которые, по счастливой случайности, есть на соседней станции. Или же, чтобы уничтожить большую пушку, и это ее официальное название в игре, нужно сначала уничтожить питающий ее реактор. Но и тут все не так-то. Сначала надо отключить систему охлаждения, а потом перегрузить ядро. Это, несомненно, добавляет атмосферности игре, потому что убивать всех на своем пути в этой игре весело, но намного лучше, когда у тебя есть на это причина. Да и тем более, как тут все выглядит? Нет больше ощущения дум, что ты здесь самый мощный и пришел раскидывать демонов на миду, а скорее атмосфера покинутости на чужой враждебной планете. Ведь сам внешний вид Куэк 2 об этом говорит. Все выглядит пустым, только предметы с практичным применением окружают нас на уровнях. Я имею в виду никаких домов, музеев, парков. Все сделано только с целью ведения войны. Да и я не думаю, что киборгов из будущего нужно где-то спать. Цвета в игре преобладают серые и оранжевые, что не так уж привычно для человека. Постоянно где-нибудь на заднем плане слышны отдаленные взрывы, иногда летают самолеты вдалеке, звуки работающих заводов и продолжающихся боевых действий. И все это не даст забыть, где мы и с какой целью. Ощущается это, как будто бы ты действительно один в тылу врага. Графически по тем временам игра выглядит мощно, даже очень. Сейчас же, в 2021, когда я уже почти 24 года, Куэк 2 выглядит, ну, все еще неплохо. Но я имею в виду неплохо для старых игр. Многие из них сейчас смотрятся хуже некуда, даже первая часть Куэк. Но здесь же все сохранилось довольно хорошо. Будто бы игра была сделана недавно, но в ретро-стилистике. И классная система освещения этому способствует. И подобранные цвета, но особенно анимации противников. Они сразу дают понять, что они тут не просто расставлены как болванчики, а что-то делают. Например, первый встретившийся киборг бежит проверять, что за грохот был, когда капсула головного героя рухнула, а за ним еще пара врагов. Противники не просто умирают, они еще перед этим бьются в конвульсиях, пытаются встать или же дают последний залп прямо перед собой, надеясь хоть кого-нибудь зацепить перед смертью. Враги активируют сигналы тревоги, стреляют из ракетных установок, запускают огромные сверла. Сами по себе они тоже очень разнообразны. Вот, например, стражи. Обычные противники, еще похожие на людей. Стреляют из дробовиков, автоматов или бластеров. Есть инфорсер, это крепкие ребята с пулеметом вместо руки. И после смерти они, без головы, дают последний залп, накрывая все вокруг. Ганеры, вооруженные гранатометами и автоматами. Берсерки, бегущие с зигзагами и лихо бьющими главного героя. Мерзкие гладиаторы, снимающие сразу половину всего здоровья одним выстрелом, непонятно просящими пиццу когда-нибудь главного героя. Летающие мозги в коробках, мутанты, танки, вот эта штука, в которой человеческого ничего почти нет, и еще куча других видов. При достаточном уровне повреждений, все они покрываются кровью и подробностями, а их тела можно уничтожить в кашу. Маленькая деталь вроде и совсем ненужная, ну из-за жестокости, но где-то с одной трети игры появляются медики. Это киборги, возвращающие к жизни павших бойцов, и они могут доставить кучу проблем, так что от тел лучше избавляться. Боссы... ну почти все отстойные. Танк это вообще как бы не босс, они будут в течение всей игры встречаться, но первый позиционируется как большой мальчик. Супер танк же это огромная боевая машина с гусеницами и человеческой головой, пулеметом и ракетницей, но тут именно где происходит битва с ним. В первый раз очень классно, прям ощущается мощь, но вот во второй можно просто сверху гранатами закидать и все. Шершень это насекомоподобный киборг, и первое его появление... не какущие. Он охраняет большую пушку. Спрятался за колонной, выстрелил, спрятался, выстрелил, так до победного конца. Он у меня еще с первого раза и не заработал почему-то. Во второй раз же это будет эпик босс битва в огромном ангаре, куда он медленно влетает. И атаковать его можно как снизу, так и сверху. Но интереснее всего убить его в полете, это прямо нечто. А последний босс это нынешний король строгов, а точнее они его называют Макрон. Как я понял, Макрон это не имя, а титул, и это финальный босс. Ну честно, 50 на 50. Если ничего не используют, то это будет мясная схватка, ведь вооружен он очень сильно, да еще и в две фазы бой проходит. А вот если врубить 4-х кратный урон, то ляжет этот Макрон меньше чем за 30 секунд. Так что, над битвами с боссами, конечно, нужно было бы поработать, но зато чем мы воюем с ними? Арсенал у главного героя классический. Слабый пластер с бесконечными патронами, дробовик, мощная двустволка, автомат и пулемет. Кстати, пулемет тут очень странно стреляет. Вместо того, чтобы зажать гашетку и стрелять, при одном нажатии пулемет выпускает 9 пуль. Но если зажать кнопку мыши, то он просто сойдет с ума, стреляя до 28 пуль в секунду, мгновенно жирая все патроны. Так что, использовать его лучше на крепких парнях. Гранатомет, который стреляет гранатами с определенным временем до взрыва, но сразу разрывающимся при контакте с врагами. Ракетница, ну это вообще классика. Гипербластеры, стреляющие маленькими лазерными лучами. Рейлган просто легенда игр. Рейлган стреляет одним мгновенно поражающим всех стоящий в ряд противников урановым патроном, разогнанным до нереальной скорости. Мощный, точный, но требующий умелого обращения. А так, лучшее оружие в игре. Ну и наконец, BFG-10K. Самое мощное в игре. Выпускает один шар энергии, уничтожающий при полете лазером противников и наносящий нехилые повреждения при столкновении. И вот это вот все помогает нам пройти игру, но лучше ее пробежать. Раньше шутеры были коридорными, а теперь же комнаты больше, где-то есть открытые пространства, и из-за этого приходится много двигаться. Ну вот серьезно, играется так же здорово, как и Doom Eternal. Так же скакать по уровню будет интереснее всего. Но можно и постепенно, не торопясь, изучая локации, проходить, подбирать разный подход к разным противникам, но с другой стороны. Искусственный интеллект тут, это единственное, что сохранилось не очень. Враги тупые, они просто тупые. Они как бы знают, что им нужно делать, но проблема в том, что они при этом не будут ни на что отвлекаться. Отвлекаться придется игроку, ведь по всем уровням разбросана куча секретов, реально тьма тьмущая. Есть и секретные уровни, один из них вообще в космосе. Есть просто более мощное оружие, или же всякие бронежилеты, патроны и все в таком духе. Но есть и комнаты разработчиков, где можно взять голову одного из создателей игры. Ну и в самом конце, уничтожив большую пушку, закрыв портал, разобрав реактор, главный герой прибывает к Макрону, после чего садится в капсулу и куда-то улетает, приземляясь на другой планете. Раненый, но живой. И вот честно, сейчас играть, в 21 году, все еще настолько же весело и напряженно, как раньше, когда еще был глупеньким школьником. Даже на сегодняшний день я не могу сказать ничего плохого про Quake 2, это просто один из лучших шутеров всех времен, и он на высоте. Быстрый, интересный, поощряющий исследования, жесткий, отлично без багов сделанный. И именно поэтому я поставлю Quake 2. 9,5 из 10? Были бы битвы с боссами более интересными, да и искусственному интеллекту врагов получше. Это был бы просто лучший экземпляр в своем жанре, но чуть-чуть не хватило. Ну подождите-ка, есть же ведь два дополнения к игре. Первый называется Реконинг, и оно рассказывает историю другого бойца, который тоже попал не туда. Но этот должен остановить планируемую контратаку строго в сих лунной базе. И по сути это вот прям дополнение-дополнение, абсолютно ненужное, только если ну прям очень хочется. Добавили новых стволов, один стреляет отскакивающими от стен снарядами, а второй это дробовик, стреляющий ракетами. Очень странные штуки и бесполезные. Новый противник один, зато куча переработанных старых, улучшенных, так сказать, до новых моделей. Особенно раздражающим вышел новый гладиатор, любитель пиццы, который теперь стреляет из того самого дробовика ракетницы, обзавелся энергетической броней и вообще просто чму. Один раз он меня убил, и я обнаружил, что оказывается сохранение в этой игре сломано. Мои файлы повреждены, и пришлось перепроходить уровень заново, а финальный босс это опять почему-то Макрон. Это дополнение получилось каким-то слишком уж камерным, но последний уровень был хорош, да и вообще игралось бодро, как и оригинал, только более медленно. Реконинг я поставлю 7 из 10. Это дополнение нужно только, чтобы еще разок поиграть в Куэк 2, но оно не вносит ничего уж интересного, хоть и сделано хорошо. А второе дополнение уже экстремально, и называется Ground Zero. Теперь мы играем за третьего солдата, который должен отключить гравитационный колодец, не позволяющий кораблям покинуть орбиту планеты. И вот тут уже все сделано как надо, и новые стволы, которыми хочется пользоваться. Особенно классной была пушка, стреляющая плазменным лучом, выжигающим всех. Был еще и миномет, который больше урона мне наносил, и какой-то автомат против бронированных ребят. Ах да, зачем-то добавили бензопилу, а вот я правда не знаю зачем. Противники тут появились совсем уж надоедающие, ползающие по потолку сталкер и медик-командир, не только лечащие врагов, но и призывающие их. Виды в игре стали намного лучше, каньон это вообще мое любимое место тут и в самом Куэйке. Еще ангары были классными, и запомнился конечно тот момент, когда тебе дают одежду противников. По уровню можно смело ходить, никто и пальцем не тронет. Хотя я не уверен, есть ли у них пальцы. Финальный босс очень порадовал. Это киборг-леди, у которой тоже две формы, и очень непростые. В целом, Граундзир получилось бы даже на уровне Куэйк 2, но... В игру добавили турели. Они вылезают из стен, и у них ну очень уж много здоровья для турели. Так еще и повсюду, встречаются очень часто и портят весь темп прохождения. Только необходимостью на них отвлекаться, их отдельно расстреливать, и причем долго. А второй это дизайн уровней, он стал в разы запутаннее. Нет, все равно классно, но тут придется больше разбираться куда и зачем идти. Так что я поставлю Граундзиро... Восемь из десяти. А на сегодня у меня все. Но я не закончил с этой темой, ведь я не рассказал о самом главном. О неуловимой фанатской игре по Куэйк 2, которая могла бы быть даже лучше оригинала, но стала огромным разочарованием и провалом. А сейчас найти ее довольно трудно, по крайней мере полную версию. Но у меня получилось. Честно сказать, даже вот этот обзор на Куэйк 2 был нужен только, чтобы было понятно, о чем пойдет речь в следующий раз. Ведь эта фанатская игра занимает отдельное место в моем сердце, и я не мог о ней не поговорить. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас много всего веселого будет выходить, да. У нас тут киборги кричат про пиццу, дополнения дополняются, а я заканчиваю на этом. Пицца-пицца!